Так, вот она эта куртка и вытащила. У нее мех. Насколько я помню, просто видимо я совсем уже забыла. У нее мех очень красивый. Не помню, он там натуральный или нет. Вот, очень красивый мех. Даже где-то у меня фотография была. Очень красиво. Он прям лежит такой. Здесь она чистенькая. А вот зацапанная, да, вот. Зацапанная здесь. Здесь тоже. Мне казалось, что она стиранная почему-то. Мне так казалось, что у нее мех весь свалился внутри. Там не мех, а как он надевается. Вот. И вот она. Прям вот он в полете мимо меня пролетел. Я долго думала, пока я ее носила, как же это можно убрать. И, по-моему, я цитоном что-то пробовала. Бесполезно. Вот. Мне предлагали тесьму здесь какую-то приклеить. Мне кажется, здесь, наверное, можно светлую розочку. Потому что тут как раз вот они. Цветочки розочки. Мне кажется, можно тут сбоку просто розочку приделать, пришить и все. Красиво. А, здесь еще одной пуговицы не хватает. Я подобную пуговицу искала, искала. Бесполезно. Я нигде не нашла ее. Здесь карманы такие очень классные, хорошие. А еще. А вот рукава прям зацапанная. Ну, тут вот вообще офигеть. Правая рука у меня. Я не знаю, забрасываю стиральную машинку. Я боюсь то, что если я ее постираю, она вот здесь вот внутри. То есть внутри. Раньше у курток внутри был такой наполнитель, который сжимался просто вот так вот к низу большими такими комьями. И нужно было их расправлять. Раньше было так. Вот. У многих моих курток так было. И потом у меня мама часами по вечерам сидела и расправляла. Потому что у меня зла просто не хватало. Меня бесило все это. Вот. Я боюсь то, что если я ее постираю, у нее будет точно так же. А здесь, кстати, карман здесь классный. На молнии. Ну, не знаю, сколько времени я ее носила. В принципе, 44 размер она мне бы подошла. Вот. Светлая, красивая. Ну, вот. Вот она куртка. Ну, это, да, мамина курточка. Здесь кожа натуральная, крашеная. Вот. Ну, да, немножко она такая. Носила ее мама. Ну, у мамы все вещи такие в идеальном состоянии. Она их уже выбрасывает просто от старости. И мех здесь, не помню кого. Тоже натуральный, крашеный. Вот. Продать ее, конечно, было очень-очень сложно. Очень сложно. Люди ищут, но им не нравится. Почему им она не нравится? Ну, видимо, уже мода может быть не та. Это больше, наверное, классика. Стою тут в коридоре. Короче, пришел мужчина. Купил мои две курточки, которые я вам показываю. Слава Богу, он пришел. Он опоздал на целый час. Я уже думала, что он не придет. Потому что у меня дела. Мне надо делать дела. И я не могу начать. Мне нужно было и запись делать на камеру. Ну, согласитесь, неприятно, когда звонит телефон или домофон. И просто выключаешь камеру, срываешься. Потом приходишь опять заново, начинаешь записывать. И уже не помнишь, о чем разговаривала. Вот. И также хотела сказать, мы ходили еще с Димой сегодня на рынок. Купили баклажаны. И у меня вот такой вот баклажан. Смотрите, какой он огромный. Я его забрала. Ну, он единственный такой был. В общем, он даже больше моей головы. Я его решила забрать. Он весит, ну, грамм 400-500, наверное, где-то вот так. Я купила 3 килограмма. У нас килограмм по 50 рублей я нашла. Там, где я покупала всегда. Ой, возьму его сейчас. Там, где я покупала всегда, у девушки, у нее дороже стало. И я начала искать. У меня 55 было. Недели полторы, наверное, назад мы покупали. Я начала искать за 50. Вот. Нашла там женщину. Правда, пришлось мне набирать самой. Вот. Так мне девушка набирала. Потому что с ребенком не так удобно. И смотришь за ребенком, ну, за ребенком и за сумкой смотришь, которая стоит, лежит, вернее, в коляске. Потому что люди такие, что они могут украсть. Вот. И у меня там была довольно большая сумма. Мы же шли сегодня в поликлинику. Я несла деньги, чтобы оплатить. Слава Богу, все хорошо. Я все донесла. Донесла домой все обратно. Вот. Будем ждать звонка. Завтра мы, кстати, идем в клуб с Димой. Вот. Будем ждать звонка. Не завтра, а послезавтра. Что там нам скажут по поводу поликлиники. Я вам уже рассказывала. У нас опять воду отключили. Так обидно. Я думала сегодня голову помыть. А у нас только горячая прям кипяток. А я горячей водой вообще волосы не мою. Я мою теплый такой. Чуть-чуть теплый. Не знаю, почему-то у меня прям с возрастом начинается еду. Я ем только чуть теплую. Чай пью я только чуть теплый. Вот. Ну, не холодный, он такой прям тепленький. То есть суп, там любая еда, только теплую ем. Вот. Просто, видимо, я часто обжигалась и уже устала. Вот. Ну, волосы прям уже у меня отросли такие. Хотя, не знаю, мне кажется, что они вообще не растут. Здесь вот видно, что вот они растут. Уже, по-моему, краска у меня, наверное, мне кажется... А, мне кажется, даже вот она краска. И в начале лета, кстати, красилась. Сколько там сантиметров? 10? 7? 7? 10? Чуть больше пальца. Да? Значит, 10. Вот. И я с вами прощаюсь. У нас уже вечер. Видите, у меня там темно, темно, темно. Я Димочку только что уложила спать. Вспомнила, что у меня баклажаны до сих пор лежат в коридоре. Потому что у меня просто нету сил их донести до балкона. Просто уже очень-очень устала к вечеру. Сейчас я пойду, сяду наконец-то за компьютер. Вот. Сегодня даже не ужинала толком. Ничего. Буду записывать сейчас либо обзоры. Либо, скорее всего, я буду сейчас монтировать, наверное, ролики. Вот. И загружать их потихоньку. Потому что там, наверное, опять, мне кажется, у меня очень-очень много накопилось. Вот. И батарейка у меня на камере уже садится. Поэтому всем пока-пока. Спокойной ночи с вами. А, нет. Это у меня спокойная ночь. А у вас, наверное, он выйдет днем. У вас будет день еще. Вы будете сейчас смотреть другие ролики. Всем пока-пока. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока-пока.